Социальная работа как медаль. С одной стороны добрые дела, помощь нуждающимся людям, а с другой боль от того, что родные бросают своих престарелых родителей, от того, что маленькие дети остаются без родительского внимания, опеки и любви. День социального работника. Этот профессиональный праздник еще очень молодой, ведь профессия социального работника появилась в нашей стране в 90-е годы. Она состоит в том, что работники берут под опеку одиноких людей, детей, часто инвалидов. Конечно же, для этой благородной профессии необходимо обладать отзывчивостью и умением сочувствовать, поскольку одинокие пожилые люди, а также люди с ограниченными возможностями, часто вынуждены обращаться за помощью к службе социальной защиты. Вопросы социальной защиты жителей нашей республики находятся под постоянным контролем правительства Карачаево-Черкесской республики и Министерства труда и социального развития. Особое внимание уделяется повышению именно качества предоставляемых услуг. Лишь за прошедшие годы Министерство труда и социального развития Карачаева-Черкесии проделала огромную работу. Специалисты Министерства подготовили и реализовали в жизнь такие проекты, как социальная поддержка пожилых граждан, республиканская целевая программа «Доступная среда», республиканская целевая программа «Социальная защита и реабилитация инвалидов по зрениям». Кроме этого, в 2012 году введение Министерства была передана база «Сосинка» как структурное подразделение Республиканского социального реабилитационного центра «Надежда для несовершеннолетних». 3 октября прошлого года состоялось открытие отделения дневного пребывания детей-инвалидов «Росинка». Не каждый человек может быть социальным работником. Одни умело общаются со слишком говорливыми клиентами, другие успешно находят общий язык с замкнутыми и молчаливыми. Некоторые отзывчивы к детям, другие более чувствительны к людям пожилого возраста. Так каков же он – образ социального работника? Во-первых, это нравственная надежность. Во-вторых, именно в социальной работе как нигде необходим профессионализм и компетентность. Специалист, работающий с людьми, должен быть талантливой личностью, потому что работа соцработника требует динамичности, быстрой адаптации в любой ситуации. В-третьих, каждый социальный работник должен быть психологом, который очень тонко чувствует каждого клиента, независимо от его статуса или положения. Безусловно, в работе социального работника ключевым словом является слово «помощь». У человека, выбравшего профессию социального работника, должна быть внутренняя устремленность к добру, потребность отдавать свои душевные силы ближнему, ведь в домах для престарелых внимания лишним никогда не бывает. Пожилой человек попадает в заботливые руки санитарок, социальных работников, психолога и всех остальных, кто окружает его сочувствием, вниманием и заботой. Квалифицированное медицинское обслуживание, полноценное питание, прогулки на свежем воздухе, культурный досуг – все это способствует замедлению процесса старения и увеличению продолжительности жизни. Доброта сердец и теплота рук персонала влияют на подопечных. Они меньше болеют, больше двигаются, выполняя посильные физические нагрузки. В социальном учреждении плохо работать нельзя, иначе плохо будет и старикам. В нашей республике создана эффективная система социальной поддержки. В регионе участвуют 7 учреждений социальной защиты и обслуживания населения. В них трудится 1186 человек. В структуре социальной поддержки на сегодняшний день функционируют как стационарные учреждения социального обслуживания граждан, так и отделения дневного пребывания, отделения социального обслуживания на дому и мобильные бригады. Брошенные дети – самая большая проблема нашего общества. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Несовершеннолетние и младенцы-отказники. Дети с тяжелыми недугами и умственной отсталостью. Никому не нужные дети. Печаль в том, что в современном обществе появились социальные сироты. Это сироты при живых родителях. Отчего так происходит? Какое у них будущее? Все они находятся под государственной опекой. И государство в лице учреждения социальной защиты помогает своим маленьким гражданам настолько, насколько это возможно. И то, что дети лишены родительского внимания и заботы, накладывает большую эмоциональную ответственность на социальных работников. Ведь каждый из них стремится к тому, чтобы ребенку, лишенному семейного тепла, материнской заботы и ласки, дать хотя бы маленький шанс быть счастливым. Как бы там ни было, они такие же составляющие нашего общества. Поэтому каждый из нас должен постараться остановить фабрику детского несчастья. Уже не первый год в нашей республике успешно работают региональные программы. Открываются социальные комнаты, создаются мобильные бригады, развивается институт приемной семьи, внедряются дополнительные формы обратной связи с населением, в том числе через интернет. Директора подведомственных учреждений, начальники управлений органов социальной защиты постоянно занимаются вопросами жизнедеятельности своих подопечных. В этих уютных учреждениях делается все для того, чтобы люди, проживающие там, получали надлежащее обслуживание, внимание и заботу. За жильцами в нашем доме ведется надлежащий уход. Доступ в нашем доме проводится разнообразно. Проводятся турниры, шахматные, шашки, стоит теннисный стол. Библиотека очень большая у нас. Люди, наши бабушки-дерточки, очень любят читать, играть в лото. Стараемся, чтобы дни, которые здесь проводят, они в нашем доме, были у них радостными, веселыми, чтобы они забыли свои горести, хлопоты, заботы, чтобы все было хорошо. Министр труда и социального развития Карачаева Черкесской Республики Мурат Мухаммедович Тхакохов всегда охотно делится информацией о деятельности учреждений социальной защиты, идеями и планами на будущее. Всегда приятно удивляет его открытость и желание для общения и сотрудничества. Одно из основных качеств Мурата Мухаммедовича это умение создавать условия для своих сотрудников, для проявления их инициативы, творчества и развития их активной мотивации. Во многом именно благодаря слаженной работе Министерства под руководством Мурата Мухаммедовича крепкой взаимосвязи, качественной работы и профессионализма социальные работники сегодня могут похвастаться новаторским подходом к своей работе. В наши дни, как никогда раньше, растет авторитет социальной службы, и труд социального работника востребован и необходим нашему обществу. Искренне верится, что все нововведения в сфере социальной защиты будут способствовать благополучию жителей нашей республики. Мы ставим перед собой сугубо практически сложные задачи, которые подчинены одной цели. Это повышение качества жизни населения Карачащикойской республики. Нужно стремиться к кардинальным переменам, которые должны вывести социальную службу на более высокий уровень. В пользу этого случая хочу поздравить всех социальных работников и наших дорогих ветеранов с профессиональным праздником. Пожелать им крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов во всех начинаниях!